Вечен ли Иисус? Вы задавались этим вопросом? Интересный вопрос, правда? И этот вопрос может даже наталкивать на другие вопросы, такие как является ли Иисус Христос Богом? Является ли Он всемогущим Богом? И поэтому, для того, чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, нужно смотреть в Библию, правда? Библия дает ответы, потому что Библия – это Слово Божие. И когда мы читаем Слово Божие, то там ясно, открытым текстом сказано. Вот, например, «Исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Кто же сказал эти слова? Иисус Христос сказал эти слова. О ком свидетельствует Писание? В Иисусе Христе мы знаем прекрасно от Бытие до Откровения. Говорится о том, что должен прийти Искупитель. И в Откровении уже описывается последний, как бы, приход этого Искупителя второй раз за своей Церковью. Друзья, что говорит Библия? Вечен ли Иисус Христос? Почему я задаю этот вопрос? Потому что у меня были разные беседы с разными людьми. Разные люди по-разному понимают. Для некоторых это принципиальный вопрос. Я хотел, чтобы... Знаете, я раньше цитировал всегда такой стих. «Евреям 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». И это сильный стих, это хороший стих, который говорит о прошлом, говорит о настоящем и говорит о будущем. И говорит о том, что Иисус Христос тот же самый. Но как же можно сказать, что Иисус Христос тот же самый, если Он, скажем, смотря на Него жизнь, если это в прошлом было, то это было прошлое до того, как Он пришел на землю. А потом было время, когда Он был на земле. А потом было время, когда Он даже был мертвым. Когда Он воскрес, когда вознесся, сел одесную Отца. Когда Он придет опять за церковью. И потом написано, когда Он покорится Отцу. То есть, смотря на все эти события, можно ли сказать, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же? Смотрите, для того, чтобы понять этот текст, нужно посмотреть другие тексты. Когда мы смотрим в это же послание к евреям. Сказана первая глава, восьмой стих о Сыне. То есть, перед этим говорил автор об ангелах, как Бог относился и говорил, и как Он поставил. Говорилось о том, что Бог, многократно и многократно говоривший издревле отцам в пророках, то есть, Он говорил через пророков, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. И описывается Сын. «Этот, будучи сияние славы и отпечаток естества Божьего, нашей Библии, образ ипостаси Его, держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величие на высоте». И потом далее написано «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнее перед ними наследовал имя». То есть, здесь идет, сравнивается, сравнивается Иисус Христос с ангелами. И автор описывает и говорит, Он настолько выше ангелов. И потом опять пятый стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты, Сын мой, Ян, и не родил тебя?» Или, смотрите, когда вводит первородного вселенную, говорит, да поклонятся Ему все ангелы Божьи. То есть, интересно, почему ангелы должны поклониться Иисусу Христу? Почему сам Отец говорит, что ангелы должны поклониться Иисусу? Почему? Интересные вопросы, правда? В ангелах написано «Ты творишь ангелами своими духами, служителями своими пломнейших огоньми». А о Сыне, смотрите, как написано о Сыне. Вот это очень ценный стих. Первая глава, восьмой стих. «Престол твой Божий век века». «Век века» – это не просто, а это означает «престол твой во веки веков». Ну, подождите, подождите. О ком написано? Смотрите, написано «О О Сыне». Что же О Сыне написано? «Престол твой во веки веков». Значит, у Сына есть престол, вечный престол. Вечный престол. Значит, Сын является... Если у Него вечный престол, то каким царем Он является? Если у царя вечный престол, каким царем является царь? Помните, как один из пророков писал об Иисусе Христе? Исалия. Он назвал Его «Отец Вечности». Некоторые говорят «Вечный Отец». Это не меняет значение. Отец Вечности. То есть, в этом понимании, здесь мы понимаем, что Иисус Христос имеет вечный престол. Иисус Христос назван Отцом Вечности. Об Иисусе Христе дальше написано. Смотрите. «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих». Это об Иисусе Христе продолжается речь. Они погибнут, а Ты пребываешь. То есть, Ты постоянно пребываешь. И это созвучно со словами Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Смотрите, как дальше написано. «Как одежду свернешь их и изменится». Но Ты тот же. Ты тот же. То есть, Иисус Христос не меняется. Лета Твои не кончится. Самое интересное дальше еще продолжение. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди я десной у меня, доколе положу врагов Твоих, подножия и ног Твоих». Вы обратили внимание? Бог, Отец говорит ангелам, «Ангелы, вы должны поклониться». То есть, да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Отец говорит, «Ангелы должны поклониться пред сыном». Потом, Отец говорит, «Сиди, одесной у меня, пока положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». То есть, Отец берет, дает обещание, что Он, Отец, возьмет врагов Иисуса Христа и положит под ноги Иисуса Христа. Вы знаете, раньше символически это выглядело следующим образом. Когда перед царем приводили врагов, то на самом деле их ложили под ноги царя. То есть, этим самым показать победу царя над врагами. И кто-то приводил их, кто-то исполнял роль слуги, приводил их, уложил их. И царь показывал, что он царь на самом деле. Здесь интересно, почему Отец в своей любви готов вот так положить врагов Иисуса под ноги Иисуса Христа. Вы не задумывались об этом? Это интересные вещи. Иисус Христос тот же. Иисус Христос не меняется. Иисус Христос. Знаете, спросить, вечен ли Иисус Христос? Вечен. Почему? А некоторые скажут, слушай, а ты что, не читал, как написано, что в этом, в Откровении написано, что Иисус Христос является начало создания Божьего? Ты что, не читал этого? Не читал, конечно же. Вы знаете, что слово начало это слово архи. А слово архи это не только начало, это слово главный или начальник. И когда мы читаем по-настоящему, что это значит, что через него все начало быть. Помните, да? Евангелие от Иоанна, первая глава, третий стих. Через него все начало быть и ничего не начало быть, что начало быть без него. То есть, видите, в чем суть? Как он начало? Он начальник. То есть, он все создал. Все создал. И поэтому здесь написано начало создания Божьего. Именно в этом значении. Или же, когда Петр проповедовал, помните, написано 3 глава Деяния, 15 стих. Начальника жизни убили. То есть, в каком смысле? Именно в смысле, что Иисус Христос начало жизни, начальник жизни. То есть, он дал жизнь. Он дает всему жизнь. И поэтому здесь, когда мы читаем, когда мы читаем евреям, то мы видим, что Иисус Христос создал все. Написано, в начале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Чьих рук? Дело рук Иисуса Христа. Друзья, вот сейчас другой вопрос появится. Как же же Отец? Что же делал Отец? А здесь мы видим то, что и Отец, и Сын вместе творили. Помните? Написано, сотворим человека по образу нашему. Кто говорил Сын Отцу или Отец Сыну на тот момент, мы не знаем. Но мы знаем, что это было так. Мы знаем, что Господь творил людей. Да, Бог творил людей. Мы знаем, что Бог творил людей. И смотрите, что самое интересное. Знаете, само понимание, является ли Иисус вечным, оно приходит от того, когда мы понимаем, какую роль Он занимал и занимает. Его роль в начале Господи Ты основал землю и небеса, дело рук Твоих. Ты пребываешь, Ты тот же. Лета Твои не кончаются. Кто-то скажет, ну, не кончаются, но не написано, что не начинаются. Ну, написано, я бы Иисусе Христе, я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Сам Иисус является началом. Но когда мы читаем об Отце, Отец говорит о себе, что Он – начало. Я – Бог, нет Бога до меня. То есть, видите, здесь интересно то, что как красиво Библия показывает единство. Отец является началом, и Сын является началом. Когда Библия красиво показывает вот это единство Бога, да, есть вещи, которые, может быть, нам полностью до конца непонятны, но, видя то, что открыто в Писании, мы радуемся, то, что сам Отец захотел прославить Сына. Сам Отец захотел, чтобы, написано, пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и приспорных. В славу Бога Отца. Конечно же, в славу Отца. То есть, Отец прославляется чем? Отец прославляется тем, что перед Иисусом преклонятся все люди. Но, видите, здесь такая интересная есть деталь. Есть те люди, которые поклонятся перед Ним при жизни, а есть люди, которые поклонятся перед Ним после. После того, как уже мрут. то есть, а вот здесь, здесь чуть-чуть проблемка появляется. И проблемка появляется у тех людей, которые не захотели признать Его Господом. Понимаете, признать господство Иисуса Христа, это поклониться перед Ним. Это не просто сказать, ну, Иисус Господь, Он Господин. Если ты говоришь, что Он Господин, готов ли ты служить этому Господину? И одного человека, старца, у меня сегодня была беседа с старцем одним, я его спросил, а вы поклонитесь Иисусу Христу? Его ответ был, не надо тянуть меня за язык, я не, я не хочу об этом говорить. Смотрите, а Библия что говорит? А Библия ясно учит и говорит, всякое колено небесных, то есть, все ангелы, они и так Его поклонялись, и поклоняются, ну, и опять поклонятся земных. За людей мы не скажем, что все люди поклоняются Иисусу Христу. Есть те, которые поклоняются, даже историки первого столетия писали о христианах, когда только это учение возникло, они писали, что эти люди поклоняются Иисусу Христу как Богу. И это возмущало римских правителей, это возмущало людей, которых были свои боги, и они не хотели, чтобы эти люди поклонялись Иисусу Христу. Они пытались их заставить хулить имя Иисуса Христа, они пытались поклоняться разным божествам, но настоящие христиане это те, которые признали Иисуса Христа Господином, которые преклонились перед Ним, которые поклонились Ему, которые сказали «Ты мой Господь», которые сказали как Павел «Господи, что повелишь мне делать?» Это то, что сделал Павел. И Господь ему говорил, что нужно делать. И Павел с ним не раз говорил, у них было особое общение в молитве. Говорит, трижды молил я Господа, и Господь сказал мне, то есть было общение в молитве, когда Павел говорил с Иисусом Христом, Иисус Христос отвечал Церкви Божией. Это было нормально, когда люди молились, поклонялись Иисусу Христу. Возвращаясь к тому, что все поклонятся, друзья, даже вы, вот вы кто-то сейчас смотрит, я не знаю, вы поклонялись Иисусу Христу, я вас, опять-таки, я надеюсь, что там, с другой стороны экрана, вы не скажете, о, не надо меня за язык кинуть. Я надеюсь, что вы зададите себе этот вопрос. Преклонился ли я перед Иисусом Христом, как перед своим Господином, перед Господином своей жизни, как перед Богом, перед Которым я рано или поздно преклонюсь. Если нет, то мое предложение, Господь Иисус Христос достоин поклонения. Знаете, это поклонение, оно, оно, не только то, что было, помните, когда, когда он родился, ему и ангелы поклонились, пришли там, восхваляли, и пришли волфы, мудрецы поклонились, во время его служения и жизни поклонились, когда он возносился, перед тем, как возносился, ученики Матфея, последняя глава, тоже поклонились. Но, кроме этого, даже христиане поклонялись на протяжении всех этих веков и поклоняются Иисусу Христу. Кроме этого, написано в Откровении 24 старца поклонятся перед Иисусом Христом. Множество людей, то есть, видите, это поклонение, это продолжающееся поклонение перед Иисусом Христом как царем, как Богом, как Господом. Поклоняйтесь ли вы Иисусу Христу? Является ли Он Господином вашей жизни? Видите, когда в Библии описываются интересные слова, которые, фактически, это цитата из Старого Завета, в этой цитате описываются следующие слова. Вы, наверное, помните римлянам 10-13, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Некоторые цитируют и говорят «Всякий, кто призовет имя Ехэвэхэ», то есть, имя Еговы, спасется. Знаете, что самое интересное? Призывать имя Господне, в контексте здесь говорится 9 стих, 13-й, это 9-й, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Исповедовать Иисуса Господом – это говорить Иисусу «Ты Господь, Ты Господь, Ты мой Господь, Ты мой Господин». Делаете ли вы это? Призываете ли вы Иисуса Христа? «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Именно имя Господне, какое имя Господне? Имя Иисус. Именно этим именем ученики исцеляли больных, этим именем изгоняли бесов, этим имя, это имя проповедовали, во имя Иисуса Христа крестили, во имя Иисуса Христа благовествовали, они стали свидетелями Иисуса Христа. Друзья, проповедываете ли вы Иисуса Христа? Исповедываете ли вы Иисуса Христа? Сказали ли вы Господь, Иисус, Ты мой Господь? Сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Веруйте ли вы о том, что Бог воскресил его? На самом деле воскресил. Некоторые люди думают, что Бог его тело где-то там уничтожил, но это не воскресение. Воскресение это вернуть к жизни то, что было мертвое. Вот это воскресение. Иисуса Бог воскресил. Некоторые говорят, ну, воскрес Духом, написано 1 Петра. Воскрес посредством Духа. Дух Святой вернул Иисуса Христа к жизни. То есть это нормально, это правильно. Но он вернулся в своем обновленном теле. То есть тело оделось в бессмертие. Тело оделось в бессмертие. И это было настоящим воскресением. Он уже не умирает, написано. Он говорит, это я. Дух плоти и костей не имеет, как у меня. Некоторые думают, что он, наверное, или пошутил, или обманул. Иисус никогда никого не обманывал. Если он сказал, что это я, это значило, что это он. Если он сказал, что этот храм, который будет разрушен, я воздвигну, то тот же самый храм, то же самое тело было воскрешено. Иисус Христос воскрес в этом же теле. И в этом теле он вознесся к Отцу. И в этом теле он является как посредник. Написано един Господь и един посредник между Богом и людьми человек Иисус Христос. Иисус Христос является посредником. И он в человеческом обновленном теле, поэтому некоторые говорят плоти, кровь, Царство Божие не наследуют. Друзья, дело в том, что это обновленное тело, оно обновилось, оно оделось в бессмертие. Это не греховное тело, а обновленное святое тело, которое, то есть Иисус Христос в этом обновленном святом теле, он стал завесой. В этом обновленном святом теле он стал завесой. То есть раньше завеса разделяла. Помните, в храме была толстая завеса, которая разделяла святое святых. То есть туда можно было войти раз в год священнику. Иисус Христос стал завесать, чтобы человек имел доступ, постоянный доступ к Богу через свое тело. То есть посредник он и стал посредником, потому что он был и человеком, стопроцентным человеком, и был и оставался стопроцентным Богом всегда. И вот именно в этом-то и суть того стиха, которым я вначале сказал, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же, как Бог, он всегда, всегда оставался и есть стопроцентным Богом. Было время, когда он в этот мир вошел как человек. Для чего? Для того, чтобы стать посредником. Как человек он родился, как человек он принял крещение, как человек он прожил жизнь был искушаем как человек, как человека его убили, предали, убили, как человек он был похоронен, как человек он воскрес в своем обновленном теле, и как человек в обновленном теле вознесся к Отцу для того, чтобы стать посредником, то есть стать посредником и ходатаем, для того, чтобы сказать Отец, я взял грехи этого человека на себя, он меня признает как Господина своей жизни, я взял его грехи на себя. И Отец смотрит на этого человека, смотрит через Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Поэтому человек имеет праведность Иисуса Христа. Тот человек, который принял Иисуса Христа как своего Господина, как Господина своей жизни, он имеет праведность Иисуса Христа. Иисус Христос, Он в своем человеческом теле, обновленном, но в человеческом теле является ходатаем перед Отцом. В то же самое время своим духом Он находится среди верующих всегда, как Бог Он находится среди верующих всегда. Он говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас. Он всегда среди верующих. Он говорит, сей я с вами до скончания века, то есть Он всегда среди нас, потому что только Бог может быть вездесущим. Ангел не может быть вездесущим. Просто человек тоже не может быть вездесущим. А Бог может быть вездесущим. Поэтому Иисус Христос является Богом и является стопроцентным человеком, поэтому Он ходатай. Стопроцентный Бог, стопроцентный человек для того, чтобы спасать нас. Мы имеем право приходить к Отцу. Мы можем молиться Отцу во имя Иисуса Христа. То есть, как бы наша молитва к Отцу, она идет через Иисуса Христа. И Иисус Христос соединяет нашу молитву, соединяет нас с Отцом. Он стал этой завесой. Раньше завеса разделяла. Люди не могли входить в присутствие Божьем. Сейчас завеса соединяет. Он стал той завесой, которая соединяет людей с Иисусом Христом. Поэтому наши молитвы или во имя Иисуса Христа к Отцу, то есть через Иисуса Христа к Отцу, или же мы обращаемся к Иисусу Христу, чего вы попросите у меня, я дам вам. Придящего ко мне не изгоню вон. Приходящего ко мне не изгоню вон. Все, что дает Отец мой, мне ко мне придет. То есть, все эти тексты говорят и о том, и о том. Но верующие имеют общение с Отцом и Сыном. И это общение посредством Духа Святого. Друзья, я очень хотел бы, чтобы вы поняли, я не знаю, может быть, я много сказал, может, мало, но чтобы вы поняли, кем является Иисус Христос. И понимая это, чтобы вы строили свои отношения с Ним именно таким образом. Осознавая, что мы все грешники, мы все грешники, и мы имеем доступ, имеем праведность только через Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Нем. Мы нуждаемся в том, чтобы Он нас прощал, учил, наставлял, вел, как учитель. Поэтому мой призыв, давайте будем изучать Слово Божие. Давайте будем молиться, будем внимательны к Слову Божию, внимательны друг к другу, поощряя любви к добрым делам. Давайте будем стараться похожими на Иисуса Христа быть всегда во всем. Потому что именно в этом и выражается настоящее христианство. То есть христиане – это те, которые похожи на Иисуса Христа. Это не те, которые просто там, о, только крестик носят, или только там крестились, или еще что-то. Христиане – это те, которые похожи на Иисуса Христа в своей жизни. Друзья, это самое главное, что нам нужно. Для этого нам нужно всегда смотреть на Него. Для этого нам нужно всегда следовать за Ним. И быть послушными Ему. Быть угодными Ему. Знаете, кто-то сказал, с Богом можно иметь встречу только по знакомству. На самом деле, кто знает Иисуса Христа, знает Его здесь. Кто поклоняется Ему здесь, там будет иметь радостную встречу, как с своим Господином. Для кого Иисус – Господин жизни сейчас. Это будет радостная встреча. А для других они поклонятся. Все равно поклонятся. Но поклонятся, знаете, как написано, что Отец положит всех врагов. Они поклонятся, как враги, которые пораженные царем. Которые проигравшие. И это будет страшно. Это будет стыдно. Это будет больно. Поэтому мой призыв – призовите Иисуса Христа. Призовите Его, как своего Господа и Спасителя. Поклонитесь перед Ним. Откройте свою душу наизнанку. Все свои любимые грехи, все свои тайные грехи. Все принесите Ему. Откройте Ему все. Доверьтесь Ему полностью. Вы получите прощение. Вы получите мир. Вы получите усыновление и общение с Богом через Иисуса Христа. Благослови, Господь, каждого из вас, чтобы вы радовались, живя и имея общение с Богом, имея прощение своих грехов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok